Сегодня я хочу рассказать вам о знаменитых актерах, на счету которых десятки ролей в кино, умерших в первые дни второго месяца года, а именно в первые четыре дня февраля. 2 февраля 2022 года из жизни ушла итальянская актриса Моника Витти. Она была прекрасно знакома поклонником итальянского кино, в том числе и далеко за пределами этой страны. Актриса начала сниматься в кино в середине 50-х годов прошлого века и за все время своей кинокарьеры успела сыграть несколько десятков ролей, большинство из которых главные. Монику Витти можно увидеть в лентах «Приключения», «Затмение», «Красная пустыня», «Феерия», «Алая женщина», «Любовь моя, помоги мне», «Пары», «Пацифистка», «Суперсвидетель», «Звездная пыль», «Тереза воровка», «Тоска», «Фантом свободы», «Блондинка в черной коже», «Дозор любви приходит ровно в полночь», «Утка под апельсиновым соусом», «Мои любимые мужчины» и в других фильмах. Монике Витти было 90 лет. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. 3 февраля 2021 года свой земной путь завершил актер Александр Вигдоров, на счету которого более 60 работ в кино. Зрители впервые увидели этого актера на экране в конце января 1966 года. Именно в это время состоялась премьера фильма «20 лет спустя», в котором он сыграл комсомольца Васю. Также Александра Вигдорова можно увидеть в проектах. Стоянка поезда 2 минуты, Иван Васильевич меняет профессию «Не валяй дурака» и в десятках других лент. Александру Вигдорову было 79 лет. Актер покоится на Востряковском кладбище. 2 февраля 2021 года не стало актера Виталия Ольшанского. Он хорошо знаком поклонникам отечественного кино благодаря тому, что снялся более чем в 110 фильмах. Его кинокарьера началась в начале нулевых. Он сыграл свои первые роли в проектах «Ростов Папа», «Шуб Баба Люба» и «Идеальная пара». К числу наиболее известных работ Виталия Ольшанского в кино нужно отнести роли в фильмах. «Бригада», «Бумер», «Диверсант», «Игра мимо нот», «Мама не горюй 2», «Псевдоним Албанец», «Счастливы вместе», «Кто в доме хозяин», «Прапорщик шматко или е-мое», «Тариф новогодний», «Дикий», «Доярка из Хацапетовки», «Черная молния», «Молодежка», «Кухня», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы». Виталию Ольшанскому было 52 года. Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Он покоится на Прокшинском кладбище в Сосинском поселении в Москве. 4 февраля 2017 года умер актер театра и кино Георгий Тараторкин, в фильмографии которого свыше 80 киноработ. Актер пришел в кино в конце 60-х годов прошлого века. Свои первые роли он сыграл в военном фильме «Незабываемая», в драме «Софья Перовская» и в ленте «Гроза над Белой». Также Георгия Тараторкина можно увидеть в проектах. «Преступление и наказание», «Меченый атом», перевод с английского, «Дела сердечные», «Отклонение ноль», «Маленькие трагедии», «Крах операции террор», «Рассказ неизвестного человека», «Богач бедняк», «Лунная радуга», «Нам не дано предугадать», «Набад на рассвете», «Последний репортаж» и в других. Георгий Тараторкин прожил 72 года. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Он покоится на Троекуровском кладбище. 2 февраля 2014 года этот мир покинул американский актер, режиссер и продюсер Филипп Хоффман. Он был отлично знаком в нашей стране благодаря ряду кинокартин. Актер впервые снялся в кино в начале 90-х годов прошлого века. Всего в его фильмографии свыше 50 ролей в кино. В том числе его можно увидеть в лентах. «Счастье», «Без изъяна», «25-й час», «Миссия невыполнима 3», «Игры дьявола», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Сомнения», «Джек отправляется в плавание», «Мастер», «Голодные игры», «Божий карман», «Самый опасный человек» и в других фильмах. Филиппу Хоффману было 46 лет. Светлая память Виталию Ольшанскому, Монике Витти, Филиппу Хоффману, Александру Вигдорову и Георгию Тараторкину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова